Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня для многих из нас особенный воскресный день. Будем читать Слово Божие, 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господне возвещаете, доколе он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господне недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Аминь. Какие это знакомые и близкие сердцу каждого христианина слова. Мы приглашаемся Господом исполнить заповедь, которую он оставил своим ученикам. В видимых знаках, хлебе, вине мы призваны вспоминать ломимое тело Иисуса и его пролитую кровь. Писание учит нас, что к этой святыне надо готовиться. И правильно, если мы это будем делать постоянно, от вечери до следующей вечери Господней, мы должны испытывать себя, мы должны участвуя вспоминать тело нашего Господа, которое было преломлено, распыто за наши грехи. Своим участием мы возвещаем смерть Христа за нас. Мы говорим о достаточности жертвы Христа за наши грехи. Мой вопрос. Готовы ли мы к участию? С чего начинается или должно начинаться это участие в вечере Господней? Мы читаем. Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И далее. Послушайте. Обратим особое внимание. Написано. И возблагодарив преломил. Иисус начал с благодарения. Устанавливая эту заповедь. Иисус понимал, как никто из его учеников, что через короткое время он будет презрен, умолен, обезображен, оплеван, унижен, распят. Но в ту ночь, объясняя это ученикам, он начал с благодарения. Он жаждал нашего искупления. Он томился в ожидании этого момента, когда грехи всего мира будут возложены на него, и он умрет за нас, вместо нас. И это время теперь приблизилось. Это было в ту ночь, в которой он был предан. Он благодарил. Вечере Господня учит благодарить. Есть ли в нашем сердце благодарность? Мы готовы для участия, если в нашем сердце есть глубокое чувство благодарности и признательности Господу. Апостол Павел пишет Тимофея во втором послании, 2 глава, 8 стих. Помни Господа Иисуса Христа. Вечеря Господня напоминает нам о страдании Иисуса Христа за наши грехи. Она обновляет в памяти ту цену, которую Иисус заплатил за нас. Вечеря помогает нам это не забыть и иметь благодарное сердце. Возможно, через короткое время мы направимся в Дом Божий для участия в Вечере Господней. Имеете ли вы в вашем сердце благодарность? Вы уже благодарили Господа один на один. Если у вас есть семья, сделали ли вы это уже в кругу семьи? Вы уже поцеловали пронзенные ноги Господа в коленопреклоненном состоянии? Вы готовы прославить Господа в собрании святых своей благодарственной молитвой? Он умер за тебя. Он умер за меня. Я приглашаю всех поблагодарить Господа за Его любовь и явленную делом. Вечеря Господня начинается с благодарения. Время молитвы. Аминь.